привет друзья вы на канале русская дымка меня зовут Владислав Кистрицын и сегодня проговорим про фальш-дно для чего нужно фальш-дно ну чаще всего работы с благородными дистиллятами которые предполагают перегонку с дробиной со жмыхом так далее так далее что-то густое ну чтобы не пригорало и мы могли перегнать густую ароматную вкусную брагу либо чтобы мы могли сварить густое ароматное вкусное сусло соответственно и оно у нас не подгорело даже при довольно экстремальном нагреве но как говорится не все йогурты одинаково полезны и не все фальш-донье а именно так произносится это слово во множественном числе так вот не все фальш-донье одинаково полезны на что следует обратить внимание при выборе фальш-дна ну естественно представляете у нас там нагрузка и нагрузка может быть не слабая поэтому фальш-дно должно выдерживать эту нагрузку а не играть под их массой дробиной что потому что если она начнет играть у вас по периметру между кубом и самим фальш-дном образуется щель через которую туда попадется то что не должно попасть и пригорит поэтому проверяем жесткость чтобы фальш-дно держала нормальную нагрузку очень неплохой история является если по периметру фальш-дна есть бортик вот как у нашего тоже предотвращает попадание излишних частиц под фальш-дно ну смотрите ка история если мы начинаем нагревать фальш-дне у нас три дырки на четыре стороны это будет сильно затруднять циркуляцию жидкости соответственно мы нагреем жидкость под фальш-дно почти до кипения сам затор у нас не будет прогреваться как следует потому что не будет тепломасса обмена жидкость не будет циркулировать вверх-вниз соответственно обратите внимание на суммарную площадь прорезий отверстий в фальш-дне соответственно чем они в сумме дают большую площадь тем более эффективной будет работа и тут нужен компромисс чтобы с одной стороны ничего не пролетало с другой стороны площадь была достаточной для того чтобы жидкость могла свободно циркулировать ну и что еще можно упомянуть ручка как видите мы сделали ручку которая наклоняется при этом когда мы затираем можем ручку положить и свободно мешать нам ничего не будет мешать а также в таком случае в такой конструкции гораздо проще промывать после работы фальш-дно чем когда ручка стоит как копаная и совсем уж неприглядно если ручки нет представьте себе как выцарапывать это дело из куба ну и что мы сделали еще чтобы окончательно сделать лучшее фальш-дно на рынке мы добавили ему функциональность то есть она может работать как обычное фальш-дно в обычном режиме а если к нему добавить ножки как я сейчас делаю его можно установить в перегонном кубе достаточно высоко налить снизу спирт содержащую жидкость на нем разложить какие-нибудь ароматные фрукты или другие ароматизирующие вещества тем самым получить паровую мацерацию получить ароматный напиток без какого-то определенного цвета то есть просто прозрачный продукт который обладает вкусом и аромата и вот того чего мы здесь разложили ну как бы дополнительный бонус вдобавок ко всем остальным о которых я уже сказал ссылка на фальш-дно будет внизу под роликом пишите свои размышления что вы делаете на фальш-дне какие напитки готовите но и как водится вы были на канале русская дымка цените натуральное